Акватория Невы иногда напоминает оживленную трассу. Здесь летом курсируют десятки катеров и гидроциклов. На водной глади есть свои правила движения. За их соблюдением следит государственная инспекция по маломерным судам. Эта структура входит в состав МЧС России. Патрульные группы ГИМС находятся в акватории Невы постоянно. Территория от Вантового моста до Хронштадта и Сестрорецка под их контролем. В Санкт-Петербурге 6 патрульных групп и отделение первое. У каждой патрульной группы по своему катеру в первом отделении 2 катера. Они все по очереди находятся на воде. Патрульные группы трудосуточно находятся на воде. В зоне внимания патрульного катера ГИМС маломерные суда. Это плавсредство длиной до 20 метров. Моторные лодки, катера и гидроциклы. Инспектор вправе остановить катер, проверить судовой билет и удостоверение на право управления. Законопослужные судоводители попадаются через раз. За два часа рейда с журналистами на борту сотрудники ГИМС выписали два штрафа. За просроченные документы и передачу управления судном. Еще часто водители забывают взять с собой права. Штраф за эти нарушения смешной – всего 100 рублей. Поэтому любителям водных прогулок проще его заплатить, чем соблюдать требования. Однако среди правил водного движения есть и те, которые нельзя назвать формальными. Правила движения существуют на реке Неве. Есть судовый ход. Маломерное судно должно судовый ход пересекать под углом 90 градусов. Нарушение скоростного режима. Сейчас постановление Минтранса. Скорость водоема в акватории города Санкт-Петербурга не более 15 км в час. Самые злостные нарушители скоростного режима на воде – гидроциклисты. Проблем с ними немало. Любят погонять без прав и судового билета. Они в основном не регистрируются из суда. Получается, что налоговая сетка – 500 рублей за одну лошадь. А гидроцикл сейчас – 270 до 300 лошадей. Получается, в год он должен 150-160 тысяч налогов заплатить. Не очень так всем удобно. Они пытаются просто не регистрироваться из суда. Но с этого года за это деяние штрафстоянка положено. Поэтому сейчас тихонько наводим порядок. Навести порядок нужно и с размерами штрафов, считают в ГИМС. За управление в нетрезвом виде наказание – 2500 рублей. Права могут отобрать до двух лет и только через суд. Поэтому пьяные нарушители находятся каждый сезон. Всего с начала навигации сделано более 400 постановлений и 20 судов отправлено на штрафстоянку. Марина Береснева, Ксения Григорьева. Интернет-телевидение «Город-плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова